МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Больше половины людей на Земле считает, что правительства мировых держав скрывают правду об НЛО. Это мнение основано на многочисленных наблюдениях, неопознанных объектах. А в прессу порой просачиваются сенсационные откровения военных и ученых. Они утверждают, что принимали участие в секретных программах, связанных с инопланетянами. Вопросы о пришельцах периодически задаются действующим президентом на открытых пресс-конференциях. Главы государств неизменно отшучиваются или опровергают слухи о существовании инопланетян. Но в последнее время все больше высокопоставленных чиновников шокируют прессу рассказами о контактах с НЛО. Что это? Подготовка общественного мнения к некоему беспрецедентному событию? Операция пропаганды, призванная отвлечь внимание от других важных событий? Или невозможность молчать о том, что запрещено обсуждать президентом? Шокирующие откровения об НЛО высказывают, как правило, отставные офицеры и чиновники. Первым действующим политикам о контактах с инопланетянами заговорил тогдашний президент Калмыкии Кирсан Ильюшин. Первый политик, официальный государственный деятель, не стесняясь, признался о том, что он встречался с этими светающими тарелками, с неземной цивилизацией. Я не делаю из этого экстраординарное событие. Вот как это было, по словам Кирсана Ильюшинова. НЛО подлетел к балкону служебной квартиры в Москве и забрал его на порт. Пилоты в желтых скафандрах выглядели как люди. Они вышли в космос, потом приземлились на какую-то планету, взяли оборудование и полетели дальше. Ильюшинов беспокоился, когда его вернут обратно. Мне командир корабля говорит, да, нормально, вернем успеешь. А я же книжек же начитался же, разный. Я говорю, да ладно, брось, у вас тут один час, а там на Земле может сто лет пройдет. Он вернулся на Землю через два часа. Все это время его безуспешно разыскивали помощники и охрана. Кирсан Ильюшинов смог рассказать об этом контакте лишь спустя четыре года. И по его словам, еще многим из властимущих есть что поведать на эту тему. Сочи не уважаемые, просто назвать не хочу, просто они сейчас действующие, политики, даже президенты есть. Со многими как бы встречаюсь, дружу. Вот в частных таких беседах, когда мы сидим некоторые. Вот у меня тоже было, там на даче копался, типа, да, вот там прилетела там тарелка или еще что-то. Ну, боюсь сказать, скажу, там меня завтра уже переизберут. Но только ли российские политики знают правду об НЛО? Бывший консультант Пентагона и Конгресса США Димоти Кут уверен, что президенты Америки неоднократно встречались с инопланетянами. Некоторые президенты были посвящены в происходящее только в определенной мере. К примеру, Изенхауэр был одним из первых, а перед ним у президента Трумэна тоже были некоторые знания по проблеме НЛО. Но в то же время Изенхауэр был во многое посвящен. Владимир Васильев, ведущий научный сотрудник Института США и Канады. Он осведомлен о многих секретах Америки, в том числе о политике Белого дома в отношении проблемы НЛО. Доктор наук уверен, что президенты США далеко не главные действующие лица в играх в спецслужбы. И показательным примером тому служит загадочное убийство 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди. Владимир Васильев имеет основания полагать, что за этим событием стоят структуры, которые занимаются НЛО. Сегодня, спустя 50 лет, мы можем сказать, один очень важный сделать момент, что это был действительно государственный переворот, который был осуществлен лицами или людьми в самом ближайшем окружении президента и людьми, которые находились на самой вершине государственного управления Соединенных Штатов Америки. Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Версий этого политического убийства много. От мести за провал операции американских морских котиков на Кубе до реверансов в сторону Советского Союза. Незадолго до гибели Кеннеди обещал разнести Центральное разведывательное управление США на тысячи кусков. Но он не первый и не последний. Кому не нравилась работа ЦРМ. Владимир Васильев полагает, что причины гибели Кеннеди нужно искать в его политической программе Нью-Фронтис. Суть ее в освоении Америкой новых рубежей, в том числе космических. У Кеннеди исследование космоса было очень большим приоритетом. И в общем это надо было утвердить, американское здесь превосходство. Надо было просто добиться преимущества в отношении с Советским Союзом, потому что отставание на протяжении первых трех лет бросалось в глаза. Это просто било по престижу. Помимо работы в Белом доме, Джон Кеннеди занимался вопросами астрономических явлений в попечительском Совете Гарвардского университета. И проявлял большой интерес к исследованиям НЛО и возможным контактам с внеземными цивилизациями. Есть основания полагать, что Кеннеди не просто знал об этих контактах, а пытался, скажем так, договориться с СССР тогда о совместном сотрудничестве. Исследователи утечек секретной информации считают, что президент Кеннеди добился, чтобы военные посвятили его в самые закрытые проекты, касаемо НЛО. Это произошло осенью 1962 года на военной авиабазе Тиндал, где хранились обломки летающей тарелки и тела пришельцев. Президент Кеннеди в 1961-62 году примерно где-то через год или два после начала своего президентства узнал, причем совершенно случайно, через побочные каналы о том, что у них есть тарелка и вот эти трупы. И естественно, он захотел осмотреть вот этот артефакт и тела этих сусед, что было ему по его желанию организовано военными. Но что это был за аппарат и откуда он взялся? Большинство экспертов считает, что американцы сбили корабль пришельцев в 1947 году над городом Розуэлл. В 1995 появились знаменитые черно-белые кадры, где запечатлено вскрытие дубитвенитянина и обломки летающей тарелки. Речь идет о якобы одном из четырех пришельцев, чей корабль в июле 1947 года рухнул под американским городком Розуэлл, штат Нью-Мексико. Мир резко раскололся на два лагеря. Тех, кто верил в подлинность пленки и тех, кто сомневался. Спустя 15 лет установлено, что съемки недокументальны. Это подделка. Неизвестно, имел ли место Розуэлл, упало ли там что-то, но какое-то агентство с каким-то именем имеет эту информацию и контролирует доступ к информации обо всем этом. В любом случае, эти обломки НЛО в Розуэлле, как я уже сказал, часть большого спора о том, были ли там пришельцы. Шокирующий труп инопланетянина был художественно воссоздан из латекса специалистами по спецэффектам в кино. Авторы фильма преследовали только финансовую выгоду. Но фермер Уильям Брейзл не лгал, найдя на ранчо серебристый дисковидный объект со множеством непонятных обломков. По моему личному мнению, был собран реальный материал и металлы странного происхождения. Я думаю, можно сказать, что с этими материалами, что были в Розуэлле, правительство США получило ответ и преуспело в сокрытии этого ответа. Швейцарский исследователь Эрик фон Деникен не верит, что сегодня Землю посещают настоящие пришельцы из космоса. По его версии, инопланетяне, они же боги древних цивилизаций, улетели тысячи лет назад. Но вот что сообщили ему однажды в конфиденциальной беседе. Я нахожусь в приятельских отношениях с бывшим американским астронавтом Эдом Митчеллом, который побывал на Луне. В литературе об НЛО часто можно прочесть о спорном случае в так называемом Розуэльском инциденте. Вблизи города Розуэлл, в американском штате Нью-Мексико, в 1947 году якобы потерпел крушение НЛО. Эд Митчелл рос в Розуэлле. И он заявил мне, Эрик, крушение НЛО в Розуэлле было на самом деле. Я его спрашиваю, как же так? Ты же сам был астронавтом и все время говорил мне, что ни разу не видел НЛО. А он мне, а я и не видел их, как астронавт. Но я присутствовал на нескольких совершенно секретных совещаниях. Там были астрономы, сотрудники спецслужб, и речь там шла о Розуэлле. И как астронавт я был обязан хранить тайну. Но теперь я на пенсии, и мне все равно. Так вот, крушение НЛО в Розуэлле было в действительности. Кандидат экономических наук Антон Анфалов изучил сотни документов и рассказов очевидцев и имеет другое мнение. Исследователь считает, что в 1947 году потерпел крушение шпионский зонд МОГУ, ВВС США. А байку про пришельцев придумали специально. Дезинформация преследовала две цели. Скрыть программу слежения за Союзом и напугать противника. Три музея кормятся на этой дезе. Десятки свидетелей врут, что в Розуэлле в 1947 году упала тарелка с гуманоидами, когда там ничего подобного не было, а просто упал зонд МОГУ. И катастрофу в Розуэлле просто высосали из пальца. Уже потом, позже, когда всплыли вначале реальные утечки информации, потом начали мутить воду. Желающие славы, сенсации. И Розуэлл, штат Нью-Мексико, 1947 год, это чудовищный, грандиозный блеф. Там никогда не падало тарелки, никаких гуманоидов. Там не было это все фальсификация. И чем больше об этом говорят и снимают фильмы, пишут книжки, тем больше народ и мир дальше, тем дальше мир от правды. Антон Анфалов считает, что президенту Кеннеди показали реальный аппарат инопланетян, который упал гораздо позже. В августе 1949 года в Мексике возле городка Куэр-Навака в штате Морелос. Это было, судя по тем данным, которые всплылили где-то в районе 4 утра, рано утром. Это все наблюдала бригада строителей, как минимум 2 мексиканских инженера и рабочие со строительной компанией Реймонд Пайл Констракшн Компани из района Сан-Франциско, которые там занимались строительством автомагистрали и забивали сваи под мост на этой автомагистрали. Вот как описывает эту катастрофу очевидец Ральф Шелкан. Ночью стало светло, как днем, и с неба упал огромный шар. Он осветил все окрестности. Позднее раздался сильный грохот. Это неопознанный объект врезался в склон холма и во все стороны полетели его облака. И видно было, как этот объект горит. То есть он был как кусок от солнца, яркий такой светящийся огненный шар. Они, эти рабочие, собрали быстрое свое имущество и туда поехали на машине. Что же это такое выяснять? Когда они приехали, очень было жарко, там шел со всех сторон дым, и жар, и подойти было невозможно из-за очень интенсивной высокой температуры. Но когда это улеглось, все потихоньку, они увидели, что там огромный металлический объект. У него диаметр, судя по другим утечкам был где-то метров 30, ну 27, где-то 90, где-то или 100 футов. Очень сильно поврежденный, где-то процентов 60 его было уничтожено этим взрывом. И через пробоины, видимо, выпали два существа, лежали карликовые, на грунте. Как потом оказалось, еще четыре гуманоида якобы были внутри. Через проломы в корпусе тарелки можно было разглядеть приборную панель с непонятными геерогами. Вскоре приехала полиция и оцепила место Куростов. О происшествии очень быстро узнала разведка США, а также советские шпионы. Сталин имел шпионов в Нью-Мексико. И он нанял самых видных ученых для того, чтобы разузнать, что там происходит. И он узнал на самом деле многое о восстановлении обломков корабля инопланетян, который рухнул в июле 1947-го. Несколько кораблей на самом деле было. Но мы сейчас говорим об одном корабле. На самом деле их было два или три. И один из них приземлился позже, в 1949-м году, и разбился. летом и остатки рухнули. По этой версии американцы вывезли остатки НЛО и инопланетян на аэродром Мехико-Сити. Свидетели крушения НЛО Ральф Шелби и Перри Джонс рассказывали, что один из инопланетных пилотов был еще жив. Когда его обнаружили, он сидел в кресле за пультом управления. То есть он шевелился, пошевелил рукой, тут же его запихнули в отдельную машину скорую помощь, это все тоже увезли в Мехико. После чего туда из Америки приехал целый конвой здоровый, такой, грузовиков, под охраной, там куча солдат с полигона Белой Пески, из Техаса. Американцы им сказали, значит, это наш секретный объект, мы запустили, отдайте нам, это наше имущество, очень сильное было давление на власти, на правительство Мексики. По данным Анфалова, под конвоем груз был доставлен в Сан-Антонио, штат Техас. Все останки поместили в большой ангар на базе Келли Лекланд. По описаниям очевидцев, гуманоиды были карликами с большими головами и маленькими конечностями. Вот эти артефакты, вероятно, и были представлены президенту Кеннеди. А позднее, за два месяца до гибели, Джона Кеннеди доставили на другую базу ВВС США, чтобы показать живых инопланетян. Борт номер один приземлился на взлетной полосе. Вскоре туда же прилетела летающая теряда. Вышел оттуда гуманоид, открылся трап, вот как описывал этот фотограф, если ему верить. И этот гуманоид был высокороста, два метра, серая кожа, мандалевидные глаза, раскосы, очень длинные руки, четыре пальца. Возможно, что Джон Кеннеди увидел сам тогда, что мы не одни во Вселенной. И это так впечатлило его, что он собрался рассказать всему миру правду об НЛО с трибуны Организации Объединенной Финции. Кеннеди действительно мог сделать такое заявление. Это заявление имело очень серьезные последствия для внешнеполитических последствий. Оно действительно могло много чего изменить. Кеннеди по всей имости над этим много думал. Но, естественно, он натолкнулся на противодействие. 12 ноября 1963 года Джон Кеннеди написал директору ЦРУ сверхсекретное письмо, содержание которого стало известно лишь сейчас. В нем говорится, что в целях национальной безопасности Кеннеди хотел бы получить архив всех документов, имеющих отношение к НЛО. Что касается Джона Кеннеди и НЛО, теперь стало известно то, о чем мы не знали раньше. Речь идет о сверхсекретном документе, оформленном всего за 10 дней до того, как Джон Кеннеди был убит. Я считаю, что Джон Кеннеди хотел прочитать все эти документы ЦРУ. Что он собирался делать с этими документами, я не знаю. Возможно ли, что он собирался внести изменения в политику страны или сделать некое публичное заявление. Никто не знает точно, потому что через 10 дней после этого он был убит. по мнению Владимира Васильева не дали рассказать о существовании инопланетян и Джимми Картеру. Летом 1976 года он сделал сенсационное заявление, что в случае избрания его президентом США расскажет всем правду об НЛО. Картера избрали. Но когда он принимал дела у республиканской администрации Форда, директор ЦРУ Джордж Буш-старший объяснил ему, что президент не может этого сделать. И это была очень хитрая ловушка для Картера. Ну как для чего? Ну чтобы по секрету всему свету рассказать. Я же вот обещал рассказать американскому народу все, что мы знаем. Вот я и готов рассказать. Ну, сами понимаете, он мог получить отказ. Просто по основанию, что он, извините, эти секреты не подлежат ограждению вообще. А поскольку вы хотите их разгласить, то мы соответствующим образом вам отказываем в предоставлении этой информации. Однако наибольшую осведомленность в отношении НЛО приписывают другому американскому президенту Дуайту Эйзенхауру. По мнению исследователей, в год его инаугурации 1953-й в США на секретные базы попали 26 трупов пришельцев и 4 пленника. Затем на орбите Земли возникли крупные космические корабли. Они установили радиоконтакт с правительством США. А уже в 1954-м году стали делать пробные приземления. Мой друг занимался испытанием ядерных ракет на полигоне Белые пески. И вот он услышал голос, который, как мы вычислили, мог к нему прийти только со спутника, находящегося на геосинхронной орбите. Астронавт Гордон Купер сам видел приземление НЛО на военной базе и считал, что правительство США скрывает правду о летающих тарелках. Этот ученый, мой друг, вступил в контакт с пришельцами с другой галактики, с большого корабля, где они находились в течение примерно двух поколений, чтобы приблизиться к Земле. И вот эксперимент, который они проводили на полигоне Белые пески в Нью-Мексико с этим ученым, привел к тому, что они постоянно контактировали, обменивались литературой и даже самого один раз забрали на экскурсию. По словам друга Купера, пришельцы утверждали, что родом с планеты, которая вращается вокруг самой яркой звезды созвездия Ореон, Бетельмейт. Якобы их планеты умирают и им негде жить. Потому они просят у Земли немного жизненного пространства. По этой версии, 21 февраля 1954 года на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии президент Дуайт Эйзенхауэр встретился с инопланетянами и подписал с ними договор. По моей информации, из очень влиятельных источников у Дуайта Эйзенхауэра было, по крайней мере, три или четыре встречи с инопланетянами, начиная с 1954 года. В 1954 году у него было две встречи. В 1955 34-й президент США еще раз встречался в Нью-Мексико с инопланетянами. И тому подтверждение огромное количество свидетелей. Как стало известно недавно, в марте 1976 года для нужд американского конгресса была подготовлена справка. Ее составила ведущий специалист по научно-техническим проблемам Марша Смит. Документ назывался «Загадка НЛО». А позднее, в 1977 году, в свет вышла книга Дональда Ховарда Мензела, профессора астрофизики Гарвардского университета и близкого друга Джона Кеннеди, которая называлась точно так же. Доклад был просто копией этой книги. Аналитики считают, что это была утечка информации, контролируемая или даже спровоцированная спецслужбами. Надо как бы начать некий диалог с американской общественностью и попытаться им рассказать, что такое проблема НЛО. Потому что фигура умолчания со стороны и научного сообщества, и федерального правительства каким-то образом создают очень нехорошую атмосферу вокруг в американском обществе в отношении этой проблемы. Вот тогда и появилась книжка Мензела. В декабре 1980 года над американской авиабазой Вудбридж и британская Бент Уотерс развернулись драматические события. Их назвали британский Розуэлл. И военные, и местные жители наблюдали массу летающие тарелки спускали лучи света, направленные на места хранения ядерного оружия. И вскоре приземлились на авиабазе США неподалеку от складов с атомными бомбами. В Англии в 1980 году эти объекты приземлились и оставили физические следы своего присутствия на земле. Американский историк Питер Робинс исследовал обстоятельства этого происшествия и попытался разобраться что же там произошло на самом деле. Все это вызвало панику растерянность. Практически все свидетели этих случаев это сотрудники американских ВВС. Среди них был мужчина с которым я написал книгу о его опыте участия в таких событиях. Американцы пытались всех успокоить и не поднимать шумиху. Но в 1982 году один человек выступил и впервые рассказал эту историю. Питер Робинс собрал показания свидетелей за меры и показания приборов. А также различные документы американских ВВС. Оказалось что многих очевидцев потом похищали военные и стирали им память с помощью химических препаратов. Затем им внушили поддельные воспоминания. А общественное мнение смоделировали умело пущенной дезинформацией. Они ЦРУ назвали этот процесс дебанкинг английское слово обозначающее что найден путь для лжи о чем-то. Напомню эта политика была внедрена еще в 1953 году. Но кем являются эти теневые кукловоды решающие что именно мир должен знать о проблеме НЛО? Кто они? Военные сенатор, секретные агенты или федеральные чиновники? Оказывается все это вместе. Есть версия что в 1947 году президент Гарри Трумэн создал сверхсекретную структуру Маджестик-12. Это дюжина избранных которая занимается вопросами инопланетных цивилизаций и внешней политики США. Служба якобы работает и сегодня но ее существование официально отрицается. Эти документы еще официально засекречены. Я их изучал как и множество моих коллег достаточно длительное время и я убежден что в них правда. Существуют люди которые специализируются на этой теме. Маджестик-12 это действительно один из главных секретов Америки и ее политики в отношении НЛО. Любые доклады военных и ученых об НЛО всегда автоматически приобретали гриф секретно. Хотя в конце 70-х годов в США был принят закон о свободном доступе к информации. Он позволил исследователям запрашивать в правительстве все ранее засекреченные документы о летающих тарелках. Однако если не знать номер, название или дату документа а также раздел или ведомство по которому он проходит получить его невозможно. Мы не хотим сказать об этом. Вряд ли вы захотели бы делиться с общественностью такой информацией. В ряде документов упоминаются некие летательные аппараты, вторгающиеся в наше воздушное пространство, чего происходить не должно. Они ведут себя странным образом, парят в воздухе и неожиданно улетают. Обо всех этих вещах писали в своих отчетах американские военные летчики. Возникает очень сложный вопрос, как рассказать об этом миру общественности. Очевидно, что власти решили вообще ничего об этом не говорить. Однако по другую сторону океана тоже не спешили разглашать данные разведок и наблюдений за НЛО. В СССР существовала совместная программа Минобороны и Академии наук «Сетка». Ее задачей был сбор и анализ информации обо всех странных объектах, возникших на территории СССР. военные изучали, как НЛО влияет на земную технику. За два десятка лет накопилось множество отчетов об НЛО. Сегодня, по иронии судьбы, никому не нужно. Директор исследовательской станции Руфорс Николай Субботин все свободное время отдает изучению документов и других сообщений об НЛО. Общаясь периодически с пилотами гражданской военной авиации, очень интересный случай рассказывает. Говорят, испытываем какую-то новую технику секретную, они, как правило, не говорят, обязательно рядом с нами присутствует какой-то объект. В архиве Николая Субботина описаны шокирующие случаи. Сентябрь 1989 года. Район порта города 1. несколько горожан заметили в небе шесть летающих тарелок. НЛО вели себя очень странно. А именно пытались догнать еще одну летающую тарелку, периодически обстреливая ее. История, да, очень интересная. Вначале, я когда о ней начал писать, это было лет 10 назад, совершенно случайно я не узнал. Несколько наблюдателей, в том числе коновщики, замечают несколько аппаратов, которые гоняют другой аппарат. Воздушный бой инопланетных кораблей заинтересовал зевак, и с каждой секундой их становилось все больше. Вдруг в небе засияло, как описывают свидетели, похожее на радугу зеленоватая вспышка. Преследуемый НЛО был подбит и стал улетать в сторону леса. Буквально лет 5 назад совершенно случайно столкнулся со свидетелем, который это лично наблюдал. Опросил, там немножко нюансы другие были, он как бы наблюдал не саму битву, он наблюдал конечную фазу, то есть когда объект уже был сбит и начал падать. Но 5 других неопознанных летающих объектов продолжали добивать неприятеля. Это происходило до тех пор, пока горящая летающая тарелка не рухнула на землю. Место ее падения пришлось на болото в 100 километрах от города. Энтузиасты, любители, якобы даже видели объект своими глазами. Но все попытки вызволить объект из трясины закончились ничем. Болото долго не замерзало и подойти к месту крушения было невозможно. Опять же, если говорить о тех свидетелях, с которыми общались, они говорят, что да, объект этот упал в болотину, его пытались очень долго достать, потому что болото долго не перензало. В общем, короче, дождались, когда все перемерзнет. Спустя полгода за подбитым НЛО приехали военные. По словам местных жителей, они подняли и увезли летающую тарелку. При эвакуации объекта с места падения пострадали солдаты, срочно не стоявшие в оцеплении. По некоторым данным, они получили сильнейшую дозу радиации. При эвакуации солдаты получили какое-то облучение сходное радиоактивное. То есть, если аппарат был подвержден, может, двигатель был подвержен, что-то там еще было. То есть, ну, в общем, в результате сами солдаты, скажем так, оттурмировались при эвакуации этого объекта. Пермским исследователям удалось выяснить, что военных заинтересовали не пилоты, а двигатель инопланетного корабля. Он был демонтирован в первую очередь и отправлен в соседнюю воинскую часть. Все документы по схватке инопланетных аппаратов над Пермским портом были строжайше засекречены в рамках проекта «Сетка». Но Николаю Суботину по роду деятельности удалось с ними столкнуться. Очень много отчетов, которые я видел, это и «Сетка Министерства обороны», и «Сетка Академии наук», которые эти отчеты не просто собирали, а потом достаточно серьезно аналитические доклады делали. Агрессии как таковой не было, опять же, были попытки влиять на земную технику. Неоднократно замечено, что НЛО часто появляются вблизи военных объектов. Более того, испытания новейших видов вооружений обязательно проходят под наблюдением странных аппаратов. Почти всегда летающие тарелки видят перед крупными техногенными катастрофами. Являются ли они их причиной? Или пытаются свести к нулю потери? Прямой зависимости, так, чтобы можно было сказать, что они вызывают эти катастрофы, не существуют. Но по всему миру после больших катастроф часто появляются НЛО. Так было, например, в Фукусиме, когда произошел взрыв на АЭС. Тогда на этой территории видели много неопознанных летающих объектов. Исследователи заметили, что НЛО появляются в так называемых аномальных зонах. Как правило, эти зоны расположены в местах разломов земной коры. Предположительно, такие трещины выделяют определенный вид энергии. По мнению бывшего сотрудника проекта Сетка Ольги Ткаченко пилоты летающих тарелок ориентируются на месторождение кварца. Дело в том, что все аномальные места и где проявляется НЛО, это я потом связывала с военными на Дальнем Востоке, присутствует кварц. Кварц с одной стороны, он является стабилизатором чистоты мозга человека и так далее. С одной стороны, да, это известно. является стабилизатором у нас на борту кварцевые генераторы. Я сама их когда-то настраивала для борта, эти кварцевые генераторы. Когда эксперты Минобороны СССР рассчитали траекторию полета ФНЛО, то пришли к поразительному выводу. По всему пути следования неопознанных объектов всегда встречаются крупные месторождения кварца. Ученые выстроили модель навигации этих летательных аппаратов. Удалось даже выявить волновые диапазоны, в которых можно наблюдать НЛО. Это как бы маячковая система выхода НЛО на Землю. То есть в космос светит там, где мощное месторождение кварца, светит очень четкая частота. И они делают привязку, и потом, когда выходят на территорию планеты нашей, они идут по зонам разлома. Аппаратура на борту любого летательного аппарата настраивается по нулевому градиенту магнитного поля. А по зонам разлома земной коры этот градиент меняется. Сотрудники программы Сетка предполагают, что пилоты НЛО перенастраивают свою навигационную аппаратуру и четко ориентируются по маякам на Земле. Я с этим четко связываю. И то, что они занимаются исследованиями и знают влияние кварца на какие-то вот эти аспекты, на формирование аппаратуры там и так далее, они это тоже знают. На человека вот вы говорите исследования влияния, и это тоже учитывается. То есть кварц имеет огромную роль во всех этих областях. Недавно в архивах 30-х годов был обнаружен весьма любопытный документ. Вот это докладная на имя Иосифа Сталина. В ней говорится, что в 1939 году в районе немецкого городка Эссен разбился неопознанный летательный аппарат. Сталин отнесся к докладной более чем внимательно. Это подтверждает пометки и его вопросы инженерам на полях документа. Еще при Дзержинском был создан специальный отдел, которым руководил Боки. Это фактически, грубо говоря, русская версия ННРБ. ННРБ еще тогда не было. В 1935 году ННРБ образовалась. Насколько я знаю, немцы потом даже приезжали учиться у наших. То есть понимание того, что мы не первая цивилизация на Земле, а как бы у тех людей, которые руководят нашей страной, оно всегда было. В поисках следов предыдущих цивилизаций Гитлер отправил несколько экспедиций на Тибет. Вот секретное донесение группы фюрера СС Германа Верта. Мой фюрер, вызванный на спиритических сеансах «Великий дух Германии» поведал нам, что Земля внутри полая, а в ее центре светит солнце. Под землей есть жизнь, существует цивилизация, там мы найдем Атлантиду. Мой фюрер, ваша высокая миссия покорить не только весь мир, но и его подземные пространства. Удалось им договориться с тибетцами и привезли они оттуда не только этнографические данные, не только данные по, скажем так, культурным, каким-то расовым признакам. Они привезли туда очень большой пласт документов, с которыми я знакомился. Среди этих документов это и древние мандалы, на которых описаны вплоть до того, что формула управления погодой, формула управления пространством. Но самое главное, что они оттуда взяли это данные по той цивилизации, которая находилась в Антарктиде. О том, что во внутренней полости Антарктиды есть какая-то жизнь, русским стало известно еще в 1929 году. Вот протокол допроса в ОГПУ, где советский разведчик Яков Блюмкин рассказал, что в Тибете получил сведения о гипертехнологиях сокрытых в подземных городах. Там якобы живут потомки прежних цивилизаций, насчитывающих сотни тысяч лет. Под Антарктидой существуют мощнейшие подземные полости тысячи лет, если не больше, если не миллионы лет, в которых реально базируются вот эти гуманоиды, рептилоиды, представители неземных цивилизаций, их там несколько. Гитлер верил, что вход в центру Земли находится на северном и южном полюсах. Он торопился найти эти порталы, обозначенные на древних картах. Это фантастическое открытие дало бы огромные перспективы для мирового господства. Фюрер готовил масштабные экспедиции в Антарктиду. Это лодцы для прохождения морских глубин и вот под антарктическими льдами 43-44 года. Была найдена тетрадь, ее сейчас так и называют документ, синяя тетрадь, в которой описываются приказы фюрера. Это 1939-1940 год. Приказ достаточно простый о необходимости подбора персонала, личного состава для того, чтобы перебросить его именно в Антарктиду. Третья германская экспедиция «Новая Швабия» под руководством Альфреда Ричера началась 17 декабря 1938 года и продлилась по февраль 1939 года. Ее официальным прикрытием была охрана германских китобойных станций в Антарктике. Летчики Люфтваффе облетели территорию приблизительно в 600 тысяч квадратных километров и через каждые 30 километров сбрасывали вымпелы с символикой Третьего Рейха. За время полетов было сфотографировано около 350 тысяч квадратных километров и сделано более 11 тысяч фотоснипков. Там очень мощные полости, там очень капитальные базы под Антарктидой, они туда ныряют, вынырят, но эти базы, извините, не наши, они земные, это не немецкая база, а вот базы инопланетян, а вот портал, а вот огромные пещеры с геотермальными источниками, с отоплением, со всем необходимым, под Антарктидой есть 100%. Даже есть доказательства спутниковой фотографии в районе напротив австралийской станции земля Уилкса. По данным из трофейных архивов, в 1939 году в Антарктиде началось строительство подземной секретной нацистской базы. Завозилось горнопроходческое оборудование и рельсовые дороги. Адмирал Карл Денец с восторгом докладывал Адольфу Гитлеру, что его подводные лодки обнаружили под километровым слоем льда целую систему пещер, температура в которых около 20 градусов в теплое. Там всегда комфортная порядка 28 градусов температура. И она контролируется. Вот. Значит, там не страшны наводнения, извержения, потому что их там нет. Почему? Потому что внутренняя кора она имеет структуру как бы работает любой физик знает на сжатие, то есть значит давление и она более прочная и все, что давление, которое рождается между этой ваграционной сфере, вот между этих двух оболочек, да, оно выходит на поверхности, выталкивается. И поэтому внутренняя сфера, она стабильна ко всем таким тектоническим воздействиям. Немецкие ученые были уверены, система пещер Антарктиды соединяется с порталом, который ведет к центру Земли и затонувшей Атлантиды. Сверхидея получить от высокоразвитых подземных цивилизаций, знания и технологии, которые бы обеспечили фюреру мировое господство. У меня есть данные, в 30-м году они нашли эту карту строения насчет древне-тибетских моноскрип. А у меня есть документ, который в 40-м году уже есть приказ Гитлера о переселении на постоянном месте жительства людей. Понимаете, за год они смогли добиться того, что мы не можем добиться и никогда не добьемся. После первой экспедиции к берегам Антарктиды нацистская Германия установила границы своей новой колонии и обнаружила теплое течение, исходящее из нетр материка. Первая попытка немцев проникнуть в эти гроты, она была как бы встречена по некоторым данным с сопротивлением сначала той силой, неведомой силой, которой они не могли противостоять и они не стали нагнетать. Во время последующих экспедиций подо льдами Антарктики был обнаружен город и тоннели, через которые на этот материк были доставлены первые поселенцы из числа ученых, провиант и огромное количество техники. Они уже сумели вот эти подлёдные области открыть и начали строить там какие-то свои укрепленные вот эти вот грубо говоря базы. Но скорее всего вот как я предполагаю на тех документах, которые я видел, там не просто были базы, они все-таки сумели попасть в внутренний поле земли, потому что вот та лоция, она указывает путь не в подлёдную часть, она указывает именно в путь на внутреннюю сторону земли. 11 июня 1945 года во время обысков в здании военно-морского флота Германии в руки советских разведчиков попали уникальные документы под грифом «Только для капитанов подводных лодок А-класса» зондер-конвоя фюрера. Это были 38 карт прохождения морских глубин. В этих документах показано, как проходить подводные коридоры для входа в страну богов Агарту подо льдами Антарктиды. Не знаю, как они смогли уговорить тех, кто проживает там, которые уходили в той внутренней сфере, но в всяком случае, видимо, как-то они договорились. Видимо, были поставлены какие-то условия для них, они-то согласились с этим и остались там, и там, значит, по данным этих материалов существует город Новый Берлин. А это как бы государство Новая Швабия. По данным Николая Суботина, когда советская военная разведка СМЕРШ обнаружила документы об экспедициях немцев в Антарктику, возникло опасение, что часть немецкого руководства может там скрываться от справедливого возмездия. И летом 45-го года нарком военно-морского флота Николай Кузнецов отдал распоряжение о необходимости командировать в Антарктиду экспедицию из трех подводных лодок. Там была создана база Новолазаревская, но тут возникает еще одна интересная фабула, связанная с экспедицией адмирала Берда. У меня есть большие основания полагать, что на самом деле адмирал Берд столкнулся там не совсем с немцами, столкнулся уже с представителями чисто российского флота, который в принципе нанесли по нему удар. Советские летчики и подводники первыми заняли эту территорию и просто дали отпор. Советская миссия уже вела в этом районе разведку месторождений полезных ископаемых в районе озера Восток. Судя по немецким картам, это ровно над входом во внутреннюю полость земли. По некоторым данным, немцы вывели туда почти всю свою военную промышленность незадолго до окончания войны. Значит, на антарктических базах существует жизнь. Дело в том, что французская разведка посвятила этой работе несколько документальных фильмов, которые являлись ДСП, и они не демонстрировались широкой общественности на экранах телевизора. этот фильм я видел, где показаны причалы, где ходят люди, кипит жизнь глубоко подо льдом. И чтобы не потерять лицо, американцы придумали красивую историю о том, как на эскадру адмирала Берда напали неопознанные летающие объекты. Эту догадку подтверждает американская пресса. В архивах американских СМИ об этой истории ничего нет. Все, что там есть, это только сообщение, что во время экспедиции адмирала Берда произошла какая-то авария. Но, опять же, работая с документами, которые пришлось видеть, скорее всего, стычка-то все-таки была, но именно, скажем так, двух сторон, это СССР и США. После провала этой операции контр-адмирал дал только одну пресс-конференцию, а потом неожиданно исчез, оставив бортовой журнал с более чем странными записями. Эти дневники представляют какой интерес. Что происходит с людьми, когда они находятся на полюсах северном или южном? Каким образом, что они могут наблюдать? И насколько это соответствует реальности как таковой? Потому что, на самом деле, происходит измененное сознание. там очень сильные магнитные полюса, вольно-невольно, которые сказываются. Вот выдержки из этого дневника. Радиста и меня вывели из самолета, но обходились с нами очень тепло и уважительно. Далее мы взошли на некое транспортное средство, напоминающее платформу, но без колес. Она понесла нас к мерцающему городу с большой скоростью. По мере приближения создалось впечатление, что город был сделан из какого-то материала, напоминающего хрусталь. Человек подвергся очень сильному воздействию. Это может быть электромагнитное воздействие, может быть какие-либо там происходили метафосы самой Земли как таковой. Видения такие и иллюзии, они очень часто воспринимаются. Тем более, что у человека есть готовность к тому, что есть кто-то такой, кто стоит над нами. Обязательно кто-то стоит над нами. 11 марта 1947 года контр-адмирал Ричард Бёрд на совещании в Пентагоне в подробностях рассказал о том, что же произошло во время операции «Высокий прыжок». Все сказанное им было записано. Протокол совещания лег на стол президенту США Труманов, а сам контр-адмирал был заключен под стражу. Он был внимательно опрошен сотрудниками службы безопасности и командой врачей. Более того, Ричарду Бёрду приказали молчать, напомнив, что он военный и должен подчиняться приказу. «Есть иллюзия того, что где-то есть такое независимое для нас очень хорошее место, где мы можем себя чувствовать комфортно. Поскольку длительные экспедиции часто приводят к тому, что человеку происходят всевозможные психологические нарушения». Загадки неопознанных летательных аппаратов и инопланетных пришельцев полой земли и Антарктиды возможно вскоре будут разгаданы. Главнокомандующий ВМФ Германии Карл Денец в свое время сказал, «Наш подводный флот сумел найти для Гитлера великолепную укрепленную базу во льдах Антарктики». Осенью 2013 года российские высокопоставленные политики намерены посетить научные базы на Южном полюсе. И, может быть, закрытое досье пополнится новыми данными. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok